Братья и сестры, все гости, посетившие Дом молитвы, слава Господу нашему за этот воскресный день! Господь благословил нас, и мы можем быть в Доме молитвы, чтобы услышать Слово Божие, помолиться Господу, прославить Его. Слово Божие говорит, мы читаем в Священном Писании, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит... ...который обещал Господь любящим его». Испытания приходят в наши жизни самые различные, тяжелые, бывают не очень тяжелые, но Господь, испытывая нас, дает обетование, что испытание нашей веры будет вознаграждено. Поэтому, если и в эти дни кто-то проходит какие-то испытания в жизни, Слово Божие дает упование, оно дает нам ободрение, чтобы мы надеялись на Господа. И вот в сегодняшнем служении нам тоже важно приготовить свои сердца, чтобы слышать Божье Слово, помолиться Ему, не быть безучастными, стать участниками этого богослужения, чтобы поклониться Господу и воздать Ему славу. Давайте мы помолимся, попросим благословения на это богослужение. Господь, мы преклоняемся перед Тобой в это утро воскресного дня. Мы благодарны Тебе за то, что Ты хранил каждый день и теперь даровал возможность собраться вместе, как Церкви Твоей, для того, чтобы в этом собрании прославить Тебя. Мы поклоняемся Тебе и прославляем за то, что Ты пришел на эту землю однажды, Ты принял плод человеческую на Себя и стал нашим Спасителем. Ты умер на Голгофском кресте за наши грехи и пролил кровь. Мы благодарны Тебе, потому что Ты освободил нас от этого проклятия, Ты снял нашу вину, Ты дал нам спасение через Тебя, Господа нашего. И теперь мы, зная истину, мы дети Твои, мы можем знать путь Твой и следовать по нему. Господи, и когда встречаются на этом пути различные трудности, испытания, у нас есть надежда, у нас есть сила от Тебя исходящая. Мы можем проходить через все испытания, уповая на Тебя, потому что Ты с нами, по Твоему слову, по Твоему обетованию. Ты даруешь нам поддержку, Ты укрепляешь нас, Ты благословляешь, и Ты направляешь нас идти дальше. И мы нуждаемся в том, чтобы и вот в этом служении Ты также говорил к нашим сердцам, учил, наставлял, обличал. И благослови, Господи, чтобы каждый из нас приготовился услышать Твое Слово. Мы просим Твоего благословения на всех участников этого служения, на братьев, которые будут говорить Слово, на хор, который будет воспевать, на всех, кто будет принимать участие, и на нас, которые собраны здесь, чтобы также и прославить Тебя, и помолиться Тебе, благослови, Господи, благословляя нас, благослови Церкви по всему лицу земли. В этом воскресном дне народ Твой собирается на богослужение. Мы просим Тебя, пошли свое особое благословение на всяком месте, в каждом городе, в каждой местности, Господи, чтобы благодать Твоя пребывала, чтобы все мы в единстве Духа могли прославить Тебя. И в этот час мы поклоняемся Тебе, благодарим за все, Господа нашего. Аминь. Боже, отверзи уставай, и помилуй по великой милости Твоей меня, Боже. Отвратили со Твоем, от грехов моих. Изгласи беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне. И не отвергни от лица Твоего Святого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я хотел бы в это утро, настраивая наши сердца вот к молитве, к поклонению, слыша такое прекрасное пение, обратить внимание, что говорит нам Слово Божие. И мы прочитаем с вами из послания к Ефесянам 1 глава с 15 по 23 стих. Послание к Ефесянам в 1 главе апостол Павел пишет с 15 стиха такие слова. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое великое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, глагвою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Аминь. Мы видим с вами, что Господь через Писание показывает нам величие, могущество и славу Иисуса Христа. Господь благословил нас собраться во имя Его на этом месте. Во имя Его мы поклоняемся, во имя Его мы веруем, во имя Его мы служим. И Слово Божие говорит, что нету большего имени, более славного, более величественного, чем имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда апостол Павел писал послание к эфесянам, он находился в особых обстоятельствах своей жизни. Он переносил страдания за веру, за Господа, за Его Слово. Но вы знаете, Его дух и Его сердце, они не находились в тюрьме. Его дух и Его сердце были в Господе, имели эту свободу и благодать. Но, с другой стороны, понимает, что Он является не только служителем, апостолом, Он еще и называет себя рабом Иисуса Христа. И Он понимает, что это для Него привилегия служить Господу, трудиться и проповедовать о Господе. Когда мы читаем с вами это послание, то первая глава начинается с того, что показано, какие великие привилегии и благословения имеют верующие люди в Иисусе Христе. Посмотрите, здесь сказано, 3-4 стих, что Господь нас избрал в Иисусе Христе. В Иисусе Христе Он нас усыновил, сделал детьми Своими, с 5 по 6 стих. Также сказано, что в Иисусе Христе мы имеем искупление и прощение грехов. В Иисусе Христе мы стали наследниками, наследниками Божьих обетований. Мы запрещенны Духом Святым. Это все дело Господа в нас. И вы знаете, это великое благословение, которое верующие люди получили, они не просто должны знать об этом. Посмотрите, к чему настроено сердце Павла. С 15 стиха по 23 мы видим с вами, что Павел преклоняется пред Господом в молитве. Когда мы изучаем Слово Божье, то Писание показывает нам, что все мужи Божьи, которые соприкасались со славой Иисуса Христа, ихние сердца преклонялись пред этой славой. Ихние сердца трепетали пред этой славой. Вспомните пророка Исаию, который увидел Божью славу. Насколько в его сердце было и дух сокрушены пред Богом. Горе мне, он сказал. Но мы видим с вами, что мы не только однажды увидели, в каком состоянии мы находимся, в греховном, погибшем, но мы увидели Христа, который спас нас, искупил, оправдал, сделал детьми своими. Мы имеем величайшего ходатая пред Богом. Это Иисуса Христа. Вот этот принцип реформации, один из принципов. Соло Христос. Только Христос. Никакие посредники. Никакие, даже самые великие люди не могут стоять и не должны стоять между человеком и Богом. Есть только один посредник. Это Иисус Христос. И мы видим с вами в своей молитве поклонения, благодарения. С 19 стиха апостол Павел особо показывает, какой великий и могущественный Христос в верующих людях. Иногда мы в своей жизни где-то, может, в каких-то обстоятельствах переживаем, может, какие-то трудности. Имея, знаете, какие-то, может быть, проблемы жизненные, мы иногда больше на проблемы обращаем внимание. Но что делает Господь? Он хочет, чтобы наш взор был обращен на Христа, на Его славу, на Его могущество. Один из служителей церкви, Роберт Макчин, это был такой служитель, который прожил недолгую жизнь, всего лишь 29 лет. Он служил и нес свое служение пастора в Шотландии. Но вы знаете, когда он изучал Писание, его дух, его сердце были переполнены этой благодарностью Господу. И он написал такие слова. Прославьте Его, то есть Христа, за Его могущество, за то, что вся материя и весь разум содержится в Его руке. И сердце царя, и сердце святого, и сердце грешника, все они находятся в Его руке. Давайте посмотрим. Здесь некоторые моменты с 19 по 23 стих показывают, насколько могуществен, велик и славен является Господь. И не просто могуществен. Здесь написано, как безмерно величие могущества Его верующих. И вот такие три важные момента. Первый момент. Божье величие и могущество, которое было проявлено в воскресении Иисуса Христа. И мы прочитали с вами, здесь с 19 стиха написано, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Пасху нужно праздновать не только один раз в году. Иисус Христос воскрес. Он жив. Он с нами. Он в нас. И мы видим с вами, что воскресение Иисуса Христа дало нам право получить оправдание. Воскресение Иисуса Христа сделал нас наследниками Божьих обетований. И апостол Павел пишет послание Коринфянам, говорит, если Христос не воскрес из мертвых, то что сказано? И вера ваша тщетна. Но мы видим с вами, что вера наша не тщетна, потому что Христос воскрес из мертвых. И славное воскресение Иисуса Христа, оно дает нам надежду. Мы знаем, что это жизнь, временная жизнь. Если она во Христе, то она блаженная жизнь. Почему? Потому что как Христос воскрес из мертвых, так и верующие воскреснут. Более того, что касается нашей духовной жизни, сказано посланник Ефесянам 2, 5 по 6 стих. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом благодатью выспасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Разве Господь не достоин поклонения? Разве Он не достоин превознесения и прославления за то, что Он не только воскрес из мертвых, Он и нас воскресил? Мы с вами самые блаженные люди, имея веру в Иисуса Христа. Почему? Потому что воскресение Иисуса Христа открыло нам небо, дало нам возможность иметь общение с Господом. Мы можем соединиться в этой молитве и поклонении и благодарении Господу. Почему? Потому что Пасха наша – это Христос. Потому что жизнь наша – это Христос. Потому что в Иисусе Христе и мы воскреснем, даже если наша земная жизнь в свое время придет к завершению, к заключению. Но Иисус Христос не только воскрес, и Он в величии, в славе. Священное Писание говорит, что Он и вознесся, написано, с 20 стиха, и воссел Одесную Бога на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Мы не только прославляем Иисуса Христа за Его воскресение, мы прославляем Его за Его величие. Он на троне, Он в славе. Небеса небес, все небожители, они прославляют Христа. Они прославляют величие Божье. Когда мы читаем с вами книгу Откровения, то мы видим, какая величественная эта картина поклонения. Бог превознесен. Христос в славе. А какое мое сердце? Вижу ли я в своем сердце, в своей жизни этого превознесенного, великого и славного Господа? Прежде чем Иисус Христос был превознесен, написано в Священном Писании, что Он умолил себя, смирил себя. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стих, там написано, что Он смирил себя. И был послушан даже до смерти и смерти крестной. И что дальше сказано, 9 стих, 2 глава, филиппийцам. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Мы видим с вами, что Иисус Христос смирил себя. Он жил в смиренной жизни. Он смиренно служил. Он смиренно пошел на крест. Он смиренно умирал на кресте, молясь за своих обидчиков. Господь молился из-за меня. И я знаю, что Господь любовью Своей и меня однажды возлюбил. И нашел в этом мире. И когда Господь коснулся моего сердца, то и я увидел не только милость Бога ко мне. И я увидел величие моего Господа. И апостол Павел, его сердце прямо разрывается в прославлении, благодарении и поклонении и превознесении Господа Иисуса Христа. Наполнено ли наше сердце в это утро этой благодарностью, этим словословием, этим прославлением? Дайте возможность Господу через ваши уста, через вашу молитву, через ваше поклонение прославить Его, возвеличить Его, превознести Его. И написано в Священном Писании, что Господь все покорил под ноги Его. И написано, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая из тела Его полнота, наполняющего все во всем. Мы с вами блаженные люди. Почему? Потому что мы не только узнали силу воскресения Иисуса Христа. Мы не только узнали величие Христа через Писание, насколько Он превознесен. Мы стали причастниками Иисуса Христа. Мы в Церкви. А Церковь – это тело Его. Это невеста Его. Это Его избранный сосуд. Это храм Божий. Какая привилегия быть членом Божьей Церкви? Но мы с вами не можем видеть Вселенскую Церковь, да? Но мы можем видеть Поместную Церковь. Мы можем видеть наших братьев и сестер. Мы можем видеть тех искупленных, спасенных, верующих людей, которые сидят вместе с нами на наших вот скамеечках. Братья и сестры, мы должны прославить Господа за эту привилегию. Быть членом Его Церкви. Видеть других братьев и сестер. Вместе собраться для поклонения, для прославления, для возвеличивания нашего Господа. И давайте мы и в этот час преклонимся пред Ним, прославим Его, возвеличим Его, чтобы и наши молитвы, подобно молитве апостола Павла, они были направлены к Его величию. Чтобы нам не просто говорить о наших нуждах, чтобы нам не просто говорить о наших проблемах, но прежде всего, чтобы нам говорить о том, кем Он есть. Чтобы нам прежде всего Его превознести, чтобы нам прежде всего воздать Ему честь, славу, хвалу и поклонение. И так мы будем делать всю вечность, дорогие мои. Вечности не хватит для того, чтобы прославлять, возвеличивать, поклоняться и превозносить нашего Господа. И Он этого достоин. Ему пусть будет честь, слава и хвала и поклонение и в это утро, и в этот час. И мы склонимся в наших молитвах, пред нашим Господом. Аминь. Я прежде всего хочу, братья и сестры, поблагодарить вас, что вы стали участниками того дела, которое совершается на Украине. Меня зовут Гринок Андрей Петрович. Я несу служение в Ирпенской библейской семинарии. Также являюсь руководителем комитета образования в Братстве, значит, в Всеукраинском Братстве Иваньских христиан-баптистов. И еще несу служение в Черниговской области. Это одна из таких областей, северных областей, которая граничит и с Россией, и с Белоруссией. И отвечаю за благовестие в этой области. Я хотел бы вам показать кратенькую презентацию. Это, с одной стороны, и благодарность Господу за то, что и ваши церкви, церкви северо-западного объединения участвовали в финансовой поддержке, материальной поддержке. Тех проектов, тех служений, которые мы можем совершать. Это также свидетельство о том, что Бог велик, и Он дарует особое благословение для проповеди, распространения Евангелия. И это также просьба о том, чтобы каждый из нас мог быть соучастником великого и славного Божьего дела. Чтобы мы вместе могли молиться Господу, простить Божьей помощи, мудрости, благословения. Потому что Христос говорит, что без меня, то есть без Господа, не можете делать ничего. Поэтому пусть Господь благословит, давайте посмотрим эту презентацию. И я также хочу сказать, что, значит, еще два слова. После служения, значит, я могу также дать тем, кто пожелает, значит, маленькие такие, мы сделали фотографии детей, которые находятся в сиротских домах. Это социальное сиротство, вот, это дети, которые при живых родителях, но фактически не имеют родителей. И после служения вы также сможете взять эти фотографии для того, чтобы молиться о детях, молиться о служении в Черниговской области. И пусть всех вас обильно благословит Господь. Спасибо. 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 which you will be Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Это был случай реальный, он был в Харькове, в моем родном городе, там в свое время, в Сумской области, там жил такой известный проповедник Каргель, а в Харькове были очень хорошие, тоже большая церковь, и очень хороший хор, и вот хор поет эту песню. «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра». Тут Каргель не выдерживает своих братьев, подождите, 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 вы неправильно поете. Надо петь так. «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». На самом деле, так оно и есть в нашей жизни, правда же? Ну, чего же мы в Америку приехали, чтобы как раз это осуществить? Ну, тут греховного вроде бы и нет, как бы такого. Вопрос предпочтения и преимуществе, и что на первом месте, приоритеты, мы так иногда говорим. Так вот, Слово Божие просто нас, апостол Павел здесь говорит, мы должны понимать не только в тот момент, когда в гроба мы стоим, провожаем наших братьев и сестер, или в часы тревог, уныния и сомнений. Не только в эти моменты, а всегда мы должны помнить, что наше жительство на небесах. И не только туда наша дорога, но на самом деле там наше гражданство постоянное. Здесь гражданство временное. И вот я сейчас хочу прочитать еще некоторые места Писания для того, чтобы подтвердить вот эту мысль истинную великую. «Возлюбленный, прошу вас, как странников и пришельцев, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Верой обитал он на земле, обетованной, как на чужой, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Все сии умерли в вере, не получив обетований, и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо они, те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Вот оно, отечество, отечество, родина. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И Бог не стыдится их, называя себя им, их Богом, ибо он приготовил им город. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И теперь вопрос, а как получить небесное гражданство? Как получить, скажем, гражданство в этой стране? Мы знаем, процедура есть, там такая вот, правила есть. А вот как небесное гражданство получить, чтобы точно знать, что я небесный гражданин? Я туда иду, и там мое место, я там буду. Знаете, сейчас люди так, как бы, опустили свои духовные понимания, и когда вот кто-то умирает, приходится с людьми сталкиваться, совершенно далекие от Бога, жизнь ведут безбожную. Но когда кто-то умирает, они говорят, он пошел, он сейчас в лучшем мире, так говорят. Он сейчас в лучшем мире. Откуда ты знаешь, что он в лучшем мире? Он здесь вел развратную жизнь. И теперь в каком он в лучшем мире? В каком смысле лучший мир? Есть худший мир, есть лучший мир. Есть внизу, есть вверху. И вот как знать, что я точно туда иду? Все христиане должны знать ответ на этот вопрос. Туда есть один путь. Иисус Христос, Голгофа, покаяние, принятие Христа и жить достойно благовествования Христова. Пусть Господь нас благословит в размышлениях о нашем гражданстве земном и гражданстве небесном. Да будет благословен наш Господь. Аминь. 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 Приветствую, братья и сестры. Христос в каждой книге Библии. Мы продолжаем эту тему. Сегодня у нас по очереди, по графику, послание Иакова. И в этом послании только два раза сказано «Христос». Вот в первой главе «Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа» «Двенадцатиколеном оходящем в рассеянии радоваться». И вторая глава «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». И больше, больше слова «Христос» не встречается во всем послании в пяти главах его. Но много стихов, которые конкретно указывают на Христа, о чем мы сегодня и поговорим. Ну, прежде всего, немножко истории об авторе. Иаков написан «Раб Христа». Вот и вся его автобиография, которую он написал о себе. Много споров было, оно и сейчас есть. Какой Иаков написал? В Новом Завете мы встречаем пять имен или пять людей, которые назывались, именовались Иаковами. Но я не буду перечислять всех. Главное, что наше братство в основном понимает, что это был родной по плоти брат Иисуса Христа. Иаков старший после Христа. Многие не принимают это, говоря, что у Марии больше детей не было, что она абсолютно одного только родила. Но об этом мы не будем говорить. Иаков – раб Христа. Для нашей беседы мы прочитаем два стиха для начала. Это из четвертой главы, двенадцатый стих. И из пятой главы, шестой стих. Двенадцатый стих. «Ибо един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Один законодатель и судья. Конечно, это Христос. И в пятой главе, шестой стих. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Итак, Христос в послании Иакова – законодатель, судья, праведник. Брат Христа. Интересная история его описана в Евангелиях. Мы читаем, что у него были братья Иаков, Иосия, Иуда, Симон и сестры написаны. Вот Евангелие от Иоанна пишет Иоанн так. Седьмая глава, пятый стих. Ну, с третьего даже. «Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и поди в Иудеи, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». Братья его не веровали в него и старались даже командовать им. Что ты по Галилею ходишь? «Выйди туда и выйди, яви себя там». Даже приходили, когда он проповедовал, приходили его забрать и увесеть отсюда. Это братья делали его? Братья его не верили. Народ даже говорил, Марк пишет в 6 главе, «Не плотник ли он сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазняюсь о нем?» Вот так принимали родные по плоти Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы читаем голговские страдания Христа, когда Христос, вися на кресте, поручил Иоанну, любимому ученику, ученику любви, свою матерь, чтобы он ее досмотрел, а вопрос, а братья где? А сестры где? Я думаю, они даже не пришли на голгову. Там их не было, не написано. Вот так они относились к своему по плоти брату Господу нашему Иисусу Христу. И Христос Иоанну поручил свою матерь. Но пришло время. Христос умер. История говорит, что его брат Яков сказал так. Это в истории написано. Не вкушу пищи до тех пор, пока он не воскреснет, как он говорил. Яков говорил. И когда он воскрес, апостол Павел, когда перечисляет, кому явился Христос в 15 главе 1 Коринфянам, и там написано, и явился Иакову. Представляете себе встречу Христа с Иаковом. Иаков, ты говорил, не вкусишь? Возможно, он не кушал эти дни, это время. Вот я живой, я воскрес, можно покушать теперь. И, конечно, тогда поверил Иаков. В Деянии Апостолов мы читаем такие слова. Первое собрание в Иерусалиме. Более 120 человек. И мы читаем такие слова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братьями Его. Вот и братья в собрание пришли. И братья поверили во Христа, что Он не только брат по плоти, а Он Господь. Умер и воскрес. И братья Его. Когда мы читаем дальше Деяния Апостолов, в 12 главе написано, что когда Петра взяли, помните, да, и ангел Его вывел, и Он пришел к ученикам, сказал, что Он свободен, и сказал, известите и Иакова. Интересно. Иакову надо сообщить. Когда первый совет был Иакова, в 15 главе Деяния Апостолов, совет апостолов и пресвятеров, там председательствовал Иаков. Помните? Одни так говорили, другие так, в отношении язычников. Иаков взял слово и сказал, братья, вот так. Так написали и так послали. Это был уже председатель. Это был пресвитер первой Иерусалимской церкви. Павел Галатом пишет, что когда я пришел в Иерусалим, встретился с Петром и с Иаковом. Эти столпы, как называемые. Дальше Галатом пишет, тоже в этом же послании, что Иаков, Иоанн и Петр меня и в Арнау благословили идти к язычникам. Последнее посещение Павла Иерусалима, Павел пришел к Иакову на писарах и собрались все пресвитеры. Иаков был ответственный брат, служитель Иерусалимской церкви. О его окончине точно нет данных. Одна история говорит, что его повели камнями, другая история говорит, что его поставили на крышу храма, чтобы он людей отвел или опровергал Христа, и чтобы люди не пошли за Христом, а он стал проповедовать Христа. И его сбросили с этой крыши и стали побивать камнями, а он стал молиться за них. И один из людей поднял палку, ударил и убил насмерть. Так история говорит. Так или нет, не знаем. Но это такая краткая история, братья и сестры. Итак, Христос в послании Иакова законодатель. В книге бытие Исход, вернее, книга Исход, 24 глава, 12 стих, написано так. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Законодатель, Господь, который дал закон Моисею, так называемый Моисеев закон, чтобы он учил людей. Так написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Второй закон. Апостол Павел говорит, «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, закон духа и жизни». Иаков в первой главе этого послания пишет, «Закон совершенный, закон жизни, говоря о благодати Божией, о законе Христа». Если мы читаем Нагорную проповедь, братья и сестры, давайте немножко мы остановим наше внимание, как закон гласил и какой закон Христов для сравнения. Вы слышали, что сказано на пятой главе Матфея? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду». Закон Христов. Гневаться нельзя на братьях. Вы слышали, что сказано на древнем «не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с возделением, уже прелюбодействует с ней и в сердце своем». Закон Христов. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст изразводную, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и прелюбодействия, тот подает повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Закон Христов. Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай к клятву, но исполняй перед Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что она престол Божий, ни землей, потому что она под нож и ног его». Закон Христов. Вы слышали, что сказано «но око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твое, обрати к нему и другую». Закон Христа. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего», а я говорю вам, любите врагов ваших, благоставляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И добавлю «и гражданами неба», как мы сейчас слышали. Итак, Христос говорит «во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Един законодатель, другого нет. И закона другого нет. Библии, закон Христов. Хотя много законов издаются, беззаконных законов, а это законодатель. Потому что его закон духа и жизни, его закон благодати, законодатель, судья, единый судья. Интересно, в жизни издаются законы, исполнительная власть есть, судебная власть есть. Христос в одном лице. Законодатель и судья. Он дал закон, и он наблюдает, как этот закон исполняется людьми. Судья. Однажды Господь явился Аврааму в лице странников. И один из них пошел с Авраамом в сторону Содома посмотреть, действительно ли так, как возносится вопль с этого места. И было сказано Аврааму, что он идет осудить, уничтожить. Авраам чувствует, что там его племянник живет, семья его. Начал ходатайствовать, начал спрашивать, ну, вы знаете всю эту историю. И он так сказал, судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь говорит, нет. Если там даже десять найдется праведников, не погублю. Судья имеет право, как здесь мы прочитали, могущий спасти и погубить. Это право судьи нашего Господа. И сам Господь Иисус Христос сказал такие слова. Отец весь суд отдал сыну. Вот там мы в первых страницах читали, что Бог судья, дал закон, он и судил, а теперь суд передал своему сыну. един судья. Апостол Петр, когда проповедовал в доме Корнилия, он сказал такие слова. Деяние апостолов, 10 глава, 42 стих. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. определенный от Бога судья судить живых и мертвых. Апостол Павел в Афинах такие слова сказал, 17 глава, 31 стих. Ибо он назначил день, в который будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Интересно, если самый большой преступник сидит там в камере осужденный или ждет суда и вдруг умирает, будет его судить или нет? Ну, нет, конечно, а кого судить? Похоронили и все, и дело закрыли. А этот судья мертвых будет судить, живых и мертвых. И мы читаем в Откровении 20 глава, посмотрите, такие слова с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть ата дали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ата повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Един судья живых и мертвых. И люди думают, что если умер человек, на этом все. Дела их идут, след за ними. И придет время, когда исполнится то, что мы сейчас прочитали. Все мертвые восстанут, все мертвые воскреснут, кто утонул, кого рыбки съели, кого сожгли. И все воскреснут и предстанут над суд Христов. Единый суд, единый судья будет судить мертвых. И перед этим будет судить и живых. И пятая глава, братья и сестры, шестой стих. Вы осудили и убили праведника, и он не противился вам. Мы сегодня слышали, как первый брат говорил уже о Господе Иисусе Христе. Вы осудили праведника и убили. Интересно то, что народ, который слушал три с лишним года Христа, который видел столько чудес, столько дел и не признал в нем праведника. А люди, которые осудили его, распинали его, они признали его праведником. Посмотрите, Матфея 27 глава 24 стих. Пилат сказал, «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая весь народ, сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Пилат рассмотрел его дело как судья, который сказал, «Я имею право тебя отпустить и наказать». хотел отпустить, старался, но из-за своей карьеры подписал смертный приговор и говорит, «Я не виновен в крови этого праведника». Признал его праведником. Лука пишет такие слова в 23 главе 47 стих. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник». Сотник, который вел осужденного Христа на Голгофу, который охранял, который по приказу которого гвоздь вивали, распяли, подняли, ребро пробили, посмотрел на все это, на явление природы и говорит, истинно этот человек был праведник. Какова последствия? Мы не знаем в дальнейшем. Но они признали, что это был праведник. Апостол Петр в 3 главе своего первого послания в 18 стихе говорит так. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». Мы сегодня слышали, был умершлен, но пожил. Христос воскрес, братья и сестры. Слава Богу, Он живой, Он воскрес. И мы имеем, как Иоанн говорит в первом послании, ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Сегодня Он живой, Он праведник, Он ходатый, Он законодатель, Он судья, но Он праведник и ходатый. Это уже послание в 5 главе 8-9 стих такие слова написаны. «Терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у двери. Судья стоит у двери». Так близко. Мы откровение читаем, что Он стоит у двери и стучит. А здесь Иак, как говорит, стоит у двери нашего сердца, может быть, нашего дома и слушает, что в доме, о чем мы говорим, что мы делаем. Судья стоит, братья и сестры, может быть, кого-то обличить, кого-то наставить, кого-то простить, кого-то наказать. Един законодатель и един судья, могущий спасти и погубить. Он имеет власть и право, если он издал закон и наблюдает, как он исполняет человек, как живут по этому закону, но нарушитель закона, всякого закона, обычно наказывается. Дорогие друзья, братья и сестры, стоит у дверей судья и ждет, и наблюдает. Кому-то стучит, кого-то предупреждает. И мы читаем, Иоанна 8 глава, 36 стих, такие слова. «Если Сына освободит, то истинно свободны будете». Он и освобождает от всякой зависимости, от всякой проблемы, от всякого греха. Когда человек искренне каяться, когда его имя записано на небесах, когда он становится гражданом неба, Господь прощает, освобождает и говорит, «Иди и впредь не греши». Может быть, сегодня кто-то чувствует стук Христа, его зов, совесть говорит, что я нарушаю закон Христов, я не живу по этому закону, значит, что он судья для меня. Но он готов сегодня помиловать, простить, забыть все то, что ты нарушал закон и сделать новым человеком тебя. Дам сердце плотяное, возьму каменное, как Господь говорит, и запишет ваше имя на небесах. И вы будете гражданами неба. Благослови нас Господь с этой надеждой, с этой верой в Него, исполняет закон жизни, и духа, закон свободы, совершенный, закон благодати и истины. Благослови нас Господь. Мы сейчас помолимся. Благодарим нашего Господа, что он и законодатель, его совершенный закон, он и судья. И когда мы впадаем в его руки, когда он из нас хочет сделать лучшего христианина, лучшего дитя, любит кого, наказывает кого, и за это будем благодарить. И попросим силы, чтобы он дал нам силы дойти до конца и быть не только гражданами неба, но и жителями неба. Аминь. Помолимся. Благодарю, Господа нашего Иисуса, Иисуса Христа, Благодарю, Господа нашего Иисуса Христа, Благодарю, Господа нашего Иисуса Христа, Благодарь Господа нашего Иисуса Христова и любовь, Благодарь Господа и общение Духа Святого со всеми силами. Благодарь Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут со всеми нами. Аминь.